Ну а теперь к основным новостям выпуска. Ура каникулы! Школьники всех образовательных учреждений отправились на заслуженный летний отдых. Но если для одних каникулы ассоциируются только с отдыхом, то для других это еще и возможность пополнить семейный бюджет. София Мальцева в первый месяц лета решила повременить с отдыхом. В этом году она вместе с одноклассниками работает в трудовом лагере и как взрослая получает зарплату. Я теперь знаю цену деньгам и как они зарабатываются, как это все трудно. Работа, как признается девушка, не сложная, но с непривычки тяжело. Сегодня трудовой отряд убирает территорию возле школы, подметают дорожки, собирают старые листья и складывают их в мешки. В здании школы ребята помогают трудовику ремонтировать шкафы и парты. Какую работу выполняют? Собираем мебель, которую они сами ломают. В том плане они будут больше ценить, когда сделают своими руками. Поэтому мне кажется, что дети уже будут более ощущать свою трудовую деятельность. Работают дети с 9 утра, выполняя самую разную работу от покраски плинтусов до высаживания цветов. В 12 часов у всех по закону обед. Ну а после 12 юные работяги расходятся по домам, ведь по закону работать и не могут не более 4 часов. В месяц у каждого выходит по 14 рабочих смен. Отдыхают юные работники как в выходные, так и в праздничные дни. Что касается зарплаты, то она у всех разная. Договор в этом случае заключается трехсторонний. Это работодатель, работник и центр занятости населения. Последние помогают найти работодателю работникам. Конечно, работают школьники не бесплатно. Выплачиваем мы материальную поддержку в период времени трудоустройства в размере минимального пособия 970-750 при условии полного отработанного месяца. Но дети работают по 14-18 смен. Поэтому наш размер пособия будет составлять порядка 750-850 рублей в зависимости от рабочих смен. Работают дети не только в школах, но и на предприятиях. Чаще всего они занимаются облагораживанием территории. Всего около 500 подростков со 2 июня начали зарабатывать свои первые самостоятельные деньги. На сегодняшний день в городе работает 16 трудовых лагерей, а в Соликамском районе их 11. По словам директора ЦЗН Татьяны Блиновой, потребность в таких школах жизни среди детей есть. Многие из них охотно идут работать. У одного из родителей Софьи скоро день рождения, и она решила на подарок заработать сама. Теперь девушка знает не только цену деньгам, но и понимает, каково это быть взрослым.